МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Но вот были ли у них вообще хоть какие-то полномочия вести себя так, на дороге? В этом разбирался Кирилл Поляков. Чего ты ствол достал? Ты кто такой? А? Дед? С тобой говорю. Это сцены на одном из центральных проспектов во Владивостоке. Водитель машины спецсвязи не поделил дорогу с другим шофером. Реакцию вооруженного почтальона трудно назвать адекватной. Короче, он меня подряжал, чуть аварии не было. Я его остановил, сейчас держу под прицелом. Если дернется, я его застрелю. Сотрудник спецсвязи явно говорил по телефону со своим начальством. И на том конце провода, похоже, понимают, подчиненных нужно угомонить. С трудом подбирая слова, им намекают на превышение полномочий. Я говорю, ну мы что-то не врезали с него. Он нам постоянно подрезает. Я его сейчас остановил. Давай, давай. Я его держу под прицелом. Давай. Ну а что мне делать? Ты меня подрезал, ты меня подрезал. Ты что хочешь? Дальше фельдъегерь требует у водителя документы. Но шофер понимает, перед ним не ГАИ, а по большому счету обычные связисты. Главный центр специальной связи – это государственное унитарное предприятие в структуре Россвязи. Занимается доставкой секретных и ценных отправлений, наркотических средств, оружия, опасных грузов и наличных денег. И вот тут из спецмашины появляется сотрудник, один вид которого все объясняет. Он картинно закуривает, достает пистолет и, странно покачиваясь, начинает свой монолог. Слушайте, я считаю, что тебя брат. Я тебя тоже. Вы кто такие? Вы кто такие? Он меня тронул, меня ударил. Два. Он меня ударил. Фамилия. Машину сел. Фамилия. Машину сел. Ты что тронул? Машину сел. Оружие убери. Машину сел. До трех фельдъегерь так и не досчитал. Вместо этого сам сел в машину, и на этом видео заканчивается. Эти кадры мы попытались показать начальнику дальневосточных связистов. Девушка, я вам ничем помочь не могу. Я не смотрю, я говорю, какие. Нам удалось найти автора этого видео. Водителя зовут Размик. По его словам, машина спецсвязи двигалась по второстепенной дороге. Но не пропустила его автомобиль. После чего молодой человек решил обогнать фельдъегерей и притормозить перед ними. После этого маневра все и началось. У них там дырки такие есть, как бы, отверстия. Туда стволы достали. Я когда стволы увидел, думал, что вообще, что за предел. Иду, уже пробка образовалась. Я рядом с ним встал, остановился. Ну, окно опустил. Говорю, что вы типа, выходите, поговорим. И все, они вылетели сами. На официальный запрос РЕН-ТВ в спецсвязи пока не ответили. Юристы назвали это происшествие серьезным преступлением со стороны фельдъегерей. В целом суд мог по совокупности совершенную лишить свободы данных злодеев как минимум на 15 лет. Ну, в среднем лет на 20. Людям, которые оказались в такой ситуации, добропорядочным гражданам, необходимо незамедлительно вызывать полицию. Неизвестно, находился ли экипаж при исполнении или возвращался пустой после доставки груза. И позволяет ли служебная инструкция в данной ситуации угрожать табельным оружием. Продолжение следует...